Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас приветствовать в своей домашней студии. Сегодняшнее видео называется «Немаха C40. Гитара для новобранца». Эта гитара представляется как для обучения, для начинающих. Это достаточно популярный инструмент. Самая главная положительная его черта заключается в том, что этот инструмент максимально приближен к испанской классической гитаре. Поэтому, в принципе, я его и хотел сделать. Всё здесь нацелено именно на испанскую классическую гитару. Если вы ищете именно испанское что-то, то «Немаха C40» в этом плане здесь достаточно плотно поработали. По поводу грифа. Гриф очень плоский. Здесь, замечу, он не покрыт лаком, а матовый. Достаточно скользкое всё. Всё, корпус остальное всё покрыт лаком. Даже сам технология самого корпуса сделана такая интересная, что она звучит, как будто бы гитара сделана из массива, хотя это всё ламинат. Всё это не цельное дерево, а какие-то технологии ламинатные. Какая-то обработка там, фанера какая-то специальная, я не знаю, покрытая лаком. У меня есть классическая гитара испанская. Я сравнивал их. Звук очень похожий. И вообще ощущение очень похоже. И по весу, и по балансу. Здесь инструмент, конечно, один в один практически. Как средний, начальный испанский. Не самый крутой. Колки тоже хорошие. Я здесь ничего не менял. Хорошо держат строй. Очень красивые колки. Такие нормальные. Опять, настройки, которые здесь были сделаны. Первое, значит, это порожки. Верхний и нижний порожки я поменял. Здесь установлены сейчас японские порожки. Хоско. Очень популярная фирма. Она выпускает все. И гитар, все комплектующие делает. И всю там фурнитуру. И гитары делает. Японская фирма уже достаточно давно на рынке выпускает гитарные аксессуары. Пластиковые. Они пластиковые. То, что касается родных, которые порожки. Вот этот порожек, в принципе, нормальный, но он высоковатый. А то, что касается верхнего порожка, то если его сюда приложить нормально, видно, что басовые струны смещены где-то на полмиллиметра вниз. То есть они как-то в кучу все, видимо, неправильные. Это же на фабрике гитары делаются. Поэтому и расстояние неправильное здесь. Я сразу же принял решение все это менять. Потому что гитара-то вроде нормально сделана, а тут уже функционал какой-то нарушается. В этом порожке тут же расстояние сбивается. То есть басовые струны, они были неправильные промечены. То, что касается ладов. Лады были ужасные. Не ожидал, конечно, я такой фирмы с таким именем, что такие лады будут. Лады были блестящие. Что, может быть, я тоже попался в какой-то мере. Но непонятно совершенно из какого материала. Не были, а есть. То есть они и остались. Но они совершенно неотесанные были. Струна какой-то постоянно звук создавала на этих струнах. То есть струна не должна при вот таком колебании по ладу, не должна никаких лишних звуков создавать. А там был такой скрип ужасный. К сожалению, в первый раз попадая на такие вообще лады, может, он не знает, что это за старт, что это за сплав такой. То есть они прочные, конечно, они красивые, высокие достаточно. Толщиной они двухмиллиметровые. Но они совершенно неотесанные были. То есть здесь серьезная такая была работа по шлифовке и полировке лады. После полировки, конечно, они стали на мой плаже. К тому же до того, как я их отполировал, износ струн был очень высокий. То есть те струны, которые вообще здесь стояли, они были новые, но они буквально за две недели протерлись вообще. Обмотка вообще протерлась в ноль. То есть такое очень редко случается. И это именно из-за того, что полировка совершенно не была на этих ладах. Также торцы ладов царапались и резались, как всегда обычно. То есть здесь все надфилем лишнее я снял. Шкурочкой все прошкурил и отполировал полиролькой. Все очень красиво, все очень блестящее, ровно. Не царапают руку. Галисандра, ваше движение пальца нигде не зацепляет. Ни ваша одежда не будет не зацепляться, ни вы. Еще один недочет. Сама накладка вверх. То есть мне хотелось именно, чтобы здесь палисандра была. Потому что сейчас даже палисандра тяжело найти на бюджетной гитаре. В них большими буквами написано, это у вас палисандр на сайте. Но я заметил то, что сейчас уже гитара внешне изменилась. Я недавно выпускаю эту модель. Поэтому, может быть, и технологии изменились. Но это палисандр, наверное, не знаю. Но смысл в том, что здесь, наверное, килограмм черной краски какой-то был. Которая на пальцах все время оставалась. Я его замучился стирать вообще и клинером, и лимонным маслом. Вот примерно вот такой черный был. То есть вот этот порожек, он тоже в этой краске. Для чего на хороший палисандр такую краску? Я что-то не могу понять. То есть здесь-то я уж не стал убирать. А здесь это все на пальцах оставалось ужасно. На полировочных тряпках. Ну, сейчас вот я его стер, и вот появилось уже дерево. И видно, что это какой-то странный палисандр. Ну, бум, доверять, так сказать. Наверное, палисандр. Но краски сейчас нет. И на пальцах сейчас она не остается. И намного приятнее, конечно, от этого. В принципе, а все остальное, то, что касается корпуса, очень интересная технология, очень достаточно легкий корпус такой. Очень напоминает массив и по звуку, и по ощущениям. Сбалансированная хорошо гитара. То есть по поводу звука, что здесь можно, в принципе, играть на ней. Классическая гитара – это один из моих любимых инструментов, потому что на ней можно играть все, что угодно. Хотя многие считают, что это только классическая музыка. Гитара очень хорошо содержит строй. Хороший баланс. Вот ми хорошая совершенно настройка. То есть хорошая низко-середина такая мощная и срычащая. Я считаю, это очень важный момент. То есть если играть что-то вроде классики, это будет так звучать. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть и даже какие-то испанские вещи, например, включать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Допустим, если что-то роковое поиграть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Очень удобно играть. По поводу высоты струн. В принципе, здесь и заводская настройка была хорошая. При динамичной игре не ладит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Установлен, можно сказать, предельное положение, поэтому здесь очень легко зажимать аккорды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гриф выполнен тоже классически плоский здесь сзади, поэтому очень легко брать аккорды и арпеджио, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший сустейн и звучание такое приближенное. ГИТАРИ, сделанное из массива. Это одно из таких положительных моментов. Значит, эта гитара продается в городе Казани. В магазинах на данный момент она стоит где-то 8900. Чуть-чуть не 9000. То есть моя цена 8000 ровно. Что значит входит в комплект? Сама гитара. То есть когда появляется покупатель, я устанавливаю сюда струны. То есть здесь сейчас струны установлены вот такого качества. Хорошие струны Деодарио, ProArt, Classical Guitar EJ46. Серебряная обмотка, очень прочные достаточно такие, плотные струны. То есть сейчас они стоят здесь, я на них играю, инструмент разыгрываю. Вот такие же струны новые. Либо они будут в комплекте, если вам нужно будет. Я могу их сам установить для вас. И вот такой чехол, он не новый, но он в совершенно хорошем состоянии. Замки все рабочие, никаких дырок, ничего нет. То есть не толстый, не тонкий чехол для хранения, в общем. Специально для этой гитары. Все, вот он ровно один в один подходит. Гитара была сама куплена в магазине. То есть я единственный ее хозяин. Для нее может быть даже и повыше цена, но я ставлю именно 8. Потому что здесь как бы она поплывала мне в руках уже. То есть если посмотреть, есть какие-то небольшие царапины уже появились. Которые не влияют на звук никоим образом. Что, в принципе, говорит о том, что гитара уже побывала в действии. Потому что новый инструмент, это всегда новый инструмент. Он не такой разыгранный. Вы знаете, то, что дерево ссыхается, то, что порожки притираются, струны как бы создают колебания. Корпус начинает вибрировать. То, что касается еще, хотел сказать, этих порожков хоска, они дают мягкое такое бархатистое звучание здесь на гитаре. Доставка, возможно, в любой город. Будет выполняться, скорее всего, через фирмы «Деловые линии». У них есть специальная категория. Доставка музыкальных инструментов. То есть там делается деревянный кофр. Обволакивается, все это обкутывается. Так что инструмент без повреждений придет. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, видеообзор вам сегодняшний мой понравился. Меня зовут Сергей, серый лис. Пишите свои сообщения. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин